21 марта на пустыре в районе улиц Николая, Йорга и Гечевской вспыхнула сухая трава и камыши. Пламя грозило перекинуться на склады, грузовые машины и дома, однако было остановлено благодаря усилиям пожарников и простых людей. Огнём было охвачено около 10 гектаров. Из-за ветреной погоды пламя быстро распространилось по большой территории. До приезда пожарников водители сами остановили огонь, приближающийся к фурам. Возник пожар, подожгли оттуда, воздалека. Это ветром всё задуло сюда. Кто-то зажёг камыши, пожарники там ходят, она перекинулась сюда на базу сейчас. Пожарники вон они с той стороны, здесь никого нету, позвонили, ещё не приехали, нету их. Сами посмотрите, камыши же не резанные. Это людской фактор, вот именно вот там, у кого-то может так огороды или что, подожгли и вот огонь куда перекинулся. Да уже своими силами, вон огнетушителями потушили, машинам шло. Так близко пожарник подбирался к улице Гечевской уже много лет. Появился дым, я была на огороде, появился вот дым. Я вызвала пожарку, два раза вызвала и, ну, минуты две-три они приехали. Это первый раз за 12 лет. Это первый раз такое было, что так испугались. Жители коттеджей довольны работой пожарной службы, но считают, что власти должны принимать профилактические меры. Каждый год, весной, осенью, когда вот здесь сухостой, всегда пожары. На это следует обратить внимание властям. Вот когда возникают такие чрезвычайные ситуации, приезжают МЧС. Второй раз уже я их вижу за несколько лет, работают оперативно, грамотно. Молодцы ребята. Вызов 112 поступил в 9.52. Борьба с огнём продолжалась около трёх часов. В районе улицы Никола-Йорга-Гечевская было обнаружено несколько крупных очагов возгорания сухой растительности. Ввиду распространения огня, в частности из-за ветра, всего были задействованы три экипажа пожарных регионального поисково-спасательного управления номер 2. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 13 часов 12 минут. В этом году в муниципе Белть уже было зафиксировано 80 случаев возгорания сухой растительности.